Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих садоводов-огородников. Сегодняшняя тема это обработка семян перца перед посевом. Вот я всем говорила, что в начале февраля я буду сеять партию магазинных просроченных семян перца для того, чтобы выбрать из них несколько сортов, которые мне понравятся и потом я разведу. И вот так, как магазинные семена, тем более просроченные, я все обязательно обрабатываю, потому что тут, я вот посмотрела, есть видите какие, сейчас вам покажу, есть вообще семена черные и всякие. И я подозреваю, что возможно это были больные плоды, но очень такие вот прям страшненькие, если честно сказать. Надо их все обработать срочно. Поэтому вот сегодня для обработки этой, как сказать, чужой партии семян, я выбрала именно перекись водорода. Буду протравливать перекисью и все вам подробно сейчас расскажу и опишу. Я перед этим снимала видеоролик о перекиси водорода, но там я рассказывала общие свойства, как ее можно применять, как можно на семена, на рассаду, на больные растения. Это был общий обзор. А сейчас я покажу именно, как я делаю, что с семенами со своими и все это пошагово вам расскажу. Ведь все знают, что предпосевная обработка семян ставит многих начинающих огородников перед сложным выбором. Какое средство выбрать для протравливания? Какой препарат для стимуляции? То, что перед посевом обрабатывать семена необходимо, это знают все. Но какое средство лучше? Тут мнения, конечно, разделяются. Одни всегда протравливают семена марганцовкой на протяжении всей своей жизни и считают этот метод безотказным. Другие используют для этого, например, перекись водорода и уверены, что именно это средство самое эффективное. Но про марганцовку я уже рассказывала, про перекись водорода еще у меня времени не было. Вот теперь настала ее очередь. Раз я сегодня буду травить перекисью свои семена, я вам все расскажу. Ну и в предыдущем ролике я уже говорила, что я не буду говорить про добавочный атом кислорода, который есть в формуле перекиси водорода, вот это. Про окисление ингибиторов, про другие научные объяснения. Если вас заинтересует это средство, вы все это найдете в сети. Я скажу вот как по-простому, по-народному, повторюсь, что мы все используем перекись в быту, знаем, что если ранка там у ребенка и другие повреждения, не дай бог там нагноение началось, мы сразу же бежим за перекисью и обрабатываем все свои вот эти вот раны, травмы. Мы дезинфицируем, обеззараживаем, не даем инфекции развиться. И вот с семенами перекись водорода работает по тому же принципу. Она убивает на поверхности семян все бактерии и не дает ей развиваться, чтобы потом эти бактерии не мешали нашим семенам прорастать, расти. Но кроме этого, она еще оказывает и стимулирующее действие. Вот семена, обработанные перекисью водорода, они быстрее почему-то прорастают, а рассада, выросшая из этих семян, у нее более высокий иммунитет, она реже болеет, то есть она менее восприимчивая ко всем этим заразным грибкам, к гнилям корневым. Именно на основании этих отзывов, вот эту перекись водорода сейчас уже считают одним из самых эффективных средств. Но если вы выберете для себя эту перекись водорода, вот решите, например, что именно не марганцовкой, а перекисью водорода вы будете работать со своими семенами, предпосевную обработку, то вам нужно выбрать, что вы будете делать, или протравливать, просто убить кратковременным погружением в концентрированный раствор в готовый, просто убить бактерии, или вы все-таки хотите замочить на длительный период для стимуляции, для такого как набухание и может быть даже прорастание семян, вот это вам нужно выбрать. Сейчас я расскажу, что если просто продезинфицировать, то мы заливаем семена вот этим раствором 3% на 15-20 минут. Этого вполне достаточно, чтобы все бактерии на поверхности семян погибли. Сейчас я вам покажу даже, ой, извините. Так, напомню, что вот после этой процедуры нужно будет обязательно промыть водой. Так как у меня их много, вот 18 сортов, у меня 18 вот таких стаканчиков, я все их залью, вот эту бутылочку я разолью на все 18 стаканчиков. Так как стоимость вот этой перекиси, она вот вообще очень минимальная, это не привикур, который там стоит дорого, и не этот какой-то еще там, забыла название. Обходится этот метод очень дешево, но еще раз повторю, он очень эффективный. К сожалению, я монтировать не умею видеопленку, я вам сейчас расскажу про будущее. Вот они у меня простоят 20 минут, может быть даже они там вспенятся, начнут пузыриться, это идет реакция, убивает она все бактерии. Потом я вот через это маленькое сито, просто над раковиной буду сливать, вот все. Я солью и тут же проточной водой я хорошенько прям вот так помою, воду включу и под водой промою. После этого можно откинуть, немножко подсушить или сразу. Я вот так как у меня маленькое количество каждого сорта, видите, вот по ячейкам, я промою и сразу по этим ячейкам каждый сорт в отдельную ячейку буду сеять. Сюда положу, посею, следующий откину, промою, сюда положу или сразу промою все, но это уже не важно, как я буду делать. Главное вот принцип такой, что если вы будете использовать вот такое готовое концентрированное средство, рабочий раствор готовить не нужно. Разольете по стаканчикам, засечете время, не бойтесь, если 5, 7, даже 10 минут лишних они полежат. Еще одно преимущество этого средства, оно безопасное для семян, оно как марганцовка не сожжет. Но если вы захотите замочить свои семена на более длительный срок, то вам необходимо будет приготовить рабочий раствор, он менее концентрированный. Для приготовления рабочего раствора достаточно вот этой вот аптечного, трехпроцентного, налить одну чайную ложку и в стакан все. Вот этот раствор, он вообще уже более приближен к воде, он совсем еще более безопасен, в нем можно держать и 2 часа, и 4. Некоторые даже замачивают на ночь между двумя влажными тканями, кладут на какой-то, на блюдце, положили тряпочку, намочили, сверху раскладывали семена, еще раз намочили, прикрыли тоже влажной тряпочкой, все, и пусть они лежат. Вот мне нравится обработка семян именно вот этой перекисью водорода, что это очень чистый метод, в отличие от применения марганцовки. В марганцовке все стаканчики будут черные, посудой пользоваться никакой лишний раз нельзя, потом даже банки литровые не могу отмыть после протравливания. И опять же, в отличие от марганцовки, этот способ более безопасный, потому что перекисью водорода семена обжечь нельзя, никаких химических ожогов при этом методе нет. Если марганцовку новички боятся использовать, потому что, не дай бог, передержишь лишние 5 минут, эта марганцовка концентрированная проникнет вглубь семя и сожжет вот этот зародыш, или, не дай бог, там концентрацию сильно большую, можно даже пальцы обжечь, то этот метод вот вообще безопасный. Новичкам идеальный вариант. Я вот показала, как я делаю быстрый метод, но я думаю, что про замачивание, ну это уже каждому ясно. Также вместо воды берете вот этот раствор, смачиваете ткань, можно не смачивать ткань, можно просто так же вот поместить полное погружение в раствор. Еще раз говорю, раствор очень безопасный, ничего страшного с ними не случится. Вот, подытожим протравливание и замачивание перекисью водорода. Метод очень быстрый, очень чистый, эффективный, потому что все мы знаем, вот эти вот дезинфицирующие средства перекиси водорода, как она у нас раны, стерильность, ну наступает стерильность после обработки, так и семена. Семена у вас будут без инфекций, стерильны. Если вы еще подержите несколько часов, они еще будут с повышенным иммунитетом, и я уверена, что если вы обработаете перекисью водорода и замочите, потом посеете, то всходы будут дружными, а рассада крепкая и здоровая. Вот так постепенно, но очень-очень подробно я буду рассказывать о каждом методе обеззараживания, замачивания. Вот эту партию я сделала, протравила перекиси водорода. Следующее средство у нас будет другое. Многие его знают. Следующее будем говорить вот об этом. Это японское, не все его знают и не все им пользуются, но оно тоже очень хорошее средство для замачивания, для предпосевной обработки семян. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова и о предпосевной обработке семян перца, перекисью водорода. До свидания. Желаю всем хороших всходов, богатых уроков.